Нормально выполнять свою работу коммунальные службы или не могут или просто не хотят. В эфире дежурные по городу. Здравствуйте. Проспект Кирова 61. По словам жителей, сильные испарения из подвала идут на протяжении полутора месяцев. 7 декабря 2016 года у нас первый взрыв пошел из подвала. Непонятно, что это было сначала, мы с соседом не поняли. Потом в итоге спустились в подвал. У нас там, во-первых, испарение тоже пошло, ну, такое небольшое. А потом вот уже щитовая, когда взорвалась у нас, у меня сосед спустился вниз, посмотрел, сказал, что там, говорит, воды немножко есть. Вот. Как-то вот мы позвонили в управляющую нашу компанию. Нету никого. Они приехали, посмотрели, в голове почесали и уехали. И как вот дальше вот мы вот живем? У нас вот, считай, фундамент весь сыпется вот из-за этого испарения. Что дальше будет, я вот вообще без понятия. Сейчас там по колену, вот у меня сосед недавно спускался, он сказал, говорит, то, что там льет как из ведра, откуда конкретно, непонятно. Что там раньше было, мы сами не знаем. Парение, вот, как вот сейчас вот видно, из подвала идет. И с той стороны вот у нас все окна, то же самое вот. Дышать вообще не уносим полы, все горячие у нас. Ребенок задыхается практически, старший вот и младший вот этот запах не уходит, все это в квартире стоит, вонь вся. А так, не знаю, бесполезно нашей управляющей компании что-либо говорить. Постоянно звоним, а толку нету никакого. Постоянно. Вот, я не знаю, что вот с ним делать. И все, больше их нету. Пугачевский тракт 10, протекающие кровля круглый год, беспокоят жильцов квартир первого подъезда. Вот 20-й, вот, моя 19-я, 18-я и 17-я, все четыре квартиры у всех течет. Особенно вот у нас, как вот такая сторона, не солнечная. Вот, все время течет. Вот с крыши капали, это, скапывали вчера, уже достали. Ни разу крышу нет, снег не скрывали. Все-таки достали, к главному инженеру ходили, прислали. Вчера вот, это, скидывали крышу, сняли. Смотрю, у меня полная чашка воды, вон чашка стоит, полная чашка воды. Вот, побежал к соседам. Тут мужики, там мужики, я одна старуха, мне 88 лет. Я участник войны, ну, никакой помощи нет, ничего, больная, все никудышные. Говорю, господи, ну, как и за помощью, никаких помощи. Даже придешь, эта бабка не по нашей части, эта бабка не по нашей части. Ну, вот и крыша, и крыша вот так. Все делают, вот, ничего. Вот крышу, вот вчера с них скинули. Фасад ремонтировали в октябре 16-го года. Мы просили крышу, они говорят, это не по нашей части. Нам сказали, фасад, мы фасад делаем. А крыша, это не по нашей части. Куда не пойдешь, скажут, бабка, куда ты пришла, это не по нашей части. Все, кролый год. А вот в сентябре, что ли, в октябре дожди-то были. Вообще кошмар, по щиколкам ходила. По щиколкам воды было. Вода ушла, и все, все, отвалилось, все. И это вот, это, внук, вот Володя, пришел. Я говорю, сыночка, прям мне страшно смотреть. Он мне намотал вот на это, я тряпку намотала, все-таки маленько, грязь шла, грязь, грязная. Я хоть маленько, грязь, все маленько, все это. Вон маленькое окошко, до сих пор по окнам течет, течет, по окнам течет. И вот, говорю, сегодня, вот вчера, сегодня батюшка, что-то это, кап, кап. Думаю, батюшка, откуда? Лежу, а там полная чашка моей воды. Пришла, пришла, посмотрела. Я говорю, ну и чего? Ну и ничего, ничего особенного. Вроде повернулась, ничего не сказала. Какие бумаги, она два руки в руки и повернулась и ушла. Я говорю, ну а зачем ты приходила? Я ей вот вслед. Говорю, зачем ты приходила? Ну она молча ушла и все. Это все на сегодня. Звоните и пишите в нашу редакцию. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...